Кристина регулярно делает заказы в интернете. Одна из площадок для покупок – Инстаграм, популярность которого среди бизнесменов и обычных людей только растет. Одежда, обувь, подарки, цветы. Можно заказать товары по желанию. Достаточно написать в директ, перевести деньги на карту продавцу и готово. Быстро и удобно. Правда, не всегда надежно. Моя подруга живет в другом городе. И на ее день рождения я решила заказать букет с доставкой в Инстаграме. Вбила в поиск цветы СПБ и начала искать. Перешла на самый первый аккаунт. Оплатила. Оплатила заказ. Правда, в Сбербанке мне выскочило предупреждение. А на следующий день меня заблокировали. Полицейские на наш вопрос, как часто людей обманывают в интернете, сообщили, что заявления, связанные с дистанционным мошенничеством, поступают каждый день. Практически во всех случаях возбуждаются уголовные дела. И если удается, преступников задерживают и предпринимают меры для возмещения ущерба потерпевшего. Необходимо изучить страницу, либо ресурс продавца, предлагаемый, которым вы собираетесь воспользоваться. Убедиться в том, что это не страница-однодневка. С каждым годом мошенники все лучше маскируются. И отличить их от добросовестных продавцов становится сложнее. Но сделать это можно. Эксперты в первую очередь рекомендуют обращать внимание на наличие фото с логотипом бренда, сайт магазина, адрес, где можно забрать товар. И главное, на описание и контент, уникальность которого можно проверить через Яндекс или Гугл-картинки. Рекомендуют сохранять переписки, а при отсутствии сайта запросить карточку продавца. И, конечно же, изучить отзывы. Но и здесь, оказывается, не все так просто. На сегодняшний день существует услуга, когда продавец заказывает видеоотзывы, так скажем. И люди за определенную сумму денег записывают эти видеоотзывы, не видя товар. Либо продавец просто-напросто отсылает ему этот бесплатный товар, чтобы они записали видеоотзыв. Но в последующем он и этим товаром не пользуется. Мы решили провести эксперимент и сами написали в цветочный аккаунт, куда обращалась наша героиня. Ответ пришел с другого, московского. Питерский, оказывается, уже не работает. Как нам пояснили, появились ограничения. К тому же с нас потребовали стопроцентную предоплату. А после нашей просьбы самим забрать букет, отвечать перестали. Ну а наша героиня Кристина намерена все же обратиться в полицию в надежде вернуть свои деньги и наказать мошенников. Но даже полицейские признают, о деньгах перечисленные мошенников, в интернете часто приходится просто забыть. Ну, надеюсь, в следующий раз буду умнее заказывать на проверенных сайтах, а не в инстаграме. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком.